В первый день моего переезда в Америку мне купили iPhone 14 Plus, и на самом деле получился очень смешной скачок. С Redmi 10 и процессорами Diathek Helio G88, который зависал при воде хештегов в ТикТоке, на один из самых лучших айфонов на данный момент. К большому сожалению, записать нормальное открытие не получилось, потому что мне очень сильно не терпелось, и я его решил распаковать прямо в Verizon, где был куплен смартфон. И там же выяснилось, что чехлов и защитных стекол под этот смартфон нормальных не осталось, и получился облом. Там была пара других нюансов, из-за которых распаковку я показывать точно не буду. Ролик должен быть скорее моим первым впечатлением и сравнением со старым телефоном. Так что если вкратце, iPhone 14 Plus это тот же iPhone 13 Pro Max, но без одной камеры, к счастью без Dynamic Island, экран здесь не 2000 Nita 800, и 120 Гц тут нет. На этом разница в принципе заканчивается. До этого у меня был Redmi 10, который мне купила сестра еще в ноябре 2021 года. И за это все время он конечно стал хуже, но ситуацию спасал сброс телефона, который я делал каждые пару месяцев. Но все равно он открывал приложение медленно. Камера могла открываться по несколько секунд, а тикток листать было довольно проблематично. И вот реально, моя сестра пользуется айфонами уже наверное почти 10 лет. И именно iPhone 14 Plus стал первой техникой от Apple, которой я пользуюсь сам. После Xiaomi. Ну, то есть вы понимаете, насколько огромный контраст у меня получился. Самое главное и первое, что меня удивило, это качество камеры, которое для меня было очень важным. Ведь я создал канал, на котором буду рассказывать про свою жизнь в Америке. И здесь камера просто превосходная. В Redmi 10 можно было снимать только в 1080p и только в 30 кадров. Так и само качество камеры далеко не то, которое нужно сейчас. Тем более там нет стабилизации. Здесь же запись видео доступна в 4К качестве, которое присутствует на всех моих роликах на канале. Чтобы тексты и некоторые элементы были четче. Так еще и 60 FPS съемка, которая в два раза плавнее, чем на старом телефоне. И это все переправляет само качество камеры, которое передает мир досконально идеально. Есть много других нововведений, от которых я удивляюсь даже спустя пару недель использования телефона. OLED-дисплей, на котором черные пиксели отличаются. Я раньше думал, что разницы почти никакой. Но при просмотре фильмов реально заметно, что картинка намного реалистичнее. Аппаратный режим без звука, который крайне удобный ночью. Телеграм и прочие стандартные и нестандартные приложения намного красивее и стабильнее. Новая версия Bluetooth 5.3, благодаря которой на моих Redmi AirDots 2 каким-то чудом пропала задержка в наушниках. Тикток стал работать в 60 кадров, да и в целом система намного красивее и стабильнее. Потому что в ней хотя бы пользоваться можно. На Redmi 10 у меня было такое, что почта гугла открывалась 20 секунд, я серьезно. А еще очень часто бесило, когда телефон нагревался и у меня переставала открываться клавиатура. По поводу 120 Гц, у меня на Redmi 10 есть даже 90. И штука действительно прикольная, но это до тех пор, пока ты не начнешь пользоваться приложениями. Потому что Mediatek давала себе знать даже при открытии Google Chrome. И 90 FPS превращались в 60. Так что отсутствие 120 или 90 Гц на iPhone 14 Plus вообще проблемой не являются. Я бы даже сказал, что разница в анимациях все равно даже не двухкратная, потому что на старом смартфоне анимации вырезаны из-за политики Xiaomi. А здесь анимации просто шикарные. Ты видишь абсолютно все. Что открывается и куда открывается. Что закрывается и куда оно закрывается. Просто как листаешь или что-то двигается. Ты видишь абсолютно везде живность и видно, что разработчики такие мелочи продумывают. Дизайн системы тоже красивый. Стили здесь едины и сделано все по-человечески. Тем более мне довелось познакомиться вживую с iOS только на 17 версии. И уже привычные людям вещи добавляются в систему. Вон даже в iOS 18 уже можно будет везде иконки расставлять. Конечно ограничений и минусов тут тоже достаточно. Здесь нет адекватной кнопки назад, здесь вообще такого не существует. Если есть кнопка назад слева сверху, ты строго-настрого должен нажать именно на нее. В каких-то приложениях свайпать слева направо, как на андроиде можно, а где-то нет. В приложении камеры нет настройки камеры. Для того, чтобы настроить камеру, надо выйти из камеры, зайти в настройки, перейти в камеру и там ее настраивать. Аналогично с галереей и многими другими приложениями. Настройки здесь одновременно удобные, а одновременно непонятные. Например, непонятно почему, но настройка пробуждения телефона при взятии в руки находится в разделе дисплей и яркость. Пока параметр пробудить при касании находится в специальных возможностях и в разделе касания. Вроде логично, а вроде без поиска тут ничего сразу не найти. Клавиатура здесь очень непривычная. Настолько непривычная, что я даже сюда поставил Microsoft SwiftKey, который почему-то очень урезан. Тодеть в клавиатуре очень странный. Он то исправляет все подряд и когда даже не надо, а иногда не исправляет элементарные ошибки. Само исправление, как я уже заметил спустя 3 недели использования, абсолютно не обучается и ничего не запоминает. Я как печатал медленно в первые дни, так и до сих пор часто ошибаюсь. Но на все эти проблемы я забил спустя пару дней. Мне не нужна гибкая кастомизация, не нужны десятки взломанных приложений, Мне нужен хороший телефон с хорошей камерой. И я очень рад тому, что теперь у меня такой есть. Также в первые дни использования я паниковал насчет Spotify. Ведь у меня на Redmi 10 была взломка, а на айфонах это дело запрещено. Проблему я спустя несколько дней решил, потому что попросил у всем крафта совет, и он мне подсказал, как можно устанавливать свои приложения. Как это делать, я рассказывать не буду, да и такое проворачивать можно только два раза. Конечно, можно забыть про тексты песен, да и в целом приложение тут немного отличается. Потому что было заброшено аж два года назад. Во всяком случае, пользоваться можно. Самое огромное преимущество айфона от моего старого Redmi, и скорее всего всех смартфонов с 4 и 6, может и 8 гигабайтами, это то, что я могу открыть хоть 20 приложений, и они останутся в оперативной памяти. Потому что у айфонов своя система, и они фоновые приложения сжимают и все такое. Я в этом сильно не разбираюсь, но... Я сейчас вот на видео показываю, как открыл там 12 или 13 приложений, и я спокойно между ними переключаюсь. Мой старый Redmi начинает задыхаться, когда я YouTube сворачиваю и TikTok открываю. Если я открою еще какую-то программу, он с высоким шансом может уже про YouTube забыть и удалить его из оперативной памяти. Но это работает всегда по-разному, но максимум он может хранить приложение 4, но не более. Но и с чем мне очень повезло, так это с батареей. Айфоны славятся своими ужасными батареями, которые держат мало и отключаются на холоде. Но меня это не касается из-за трех причин. Первое это то, что здесь почти самая емкая батарея среди всех айфонов за всю историю, которая имеет 4320 миллиампер. И даже в iPhone 15 Pro Max их 4400. Второе это то, что я живу не в Якутии, а во Флориде, где стабильно и в самые холодные времена 18 градусов. И третье это то, что я просто-напросто сижу как старпёр на iOS 17.1. Хотя вышло 17.4.1, которая не исправляет проблему с батареей, а продолжает ухудшать ситуацию. Настолько, что даже люди с 15 Pro Max говорят, что у них уходит по 20% за 15 минут. Поэтому я пока что не обновляюсь и сижу довольный, потому что заряжаю телефон раз в 3 дня. Это действительно круто и удобно, потому что когда приходится заряжать телефон, я иногда беру Redmi 10 и что-то делаю в нём. И, к сожалению, до конца про него забыть не смогу, потому что здесь имеются сим-карты, которых в моём новом iPhone просто-напросто нет, потому что он американский. Кстати, в Америке с iPhone ходят абсолютно все. То есть, пока в Украине или странах СНГ iPhone это показатель богатства и премиальности, в США все ходят с iPhone и в крайнем редком случае с каким-нибудь последним Samsung. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если наберётся здесь 2000 лайков, я сделаю отдельный ролик про фишки iOS и iPhone, которые мне очень сильно понравились, и которых нет, например, на моём Redmi 10. А может и наоборот. Также ссылка на канал, на котором буду рассказывать про Америку, будет в описании. Желаю всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok